Всем привет! Сегодня нахожусь в селе Ананьево. Это место, где я вырос. Улица Гагарина. Вон там горе. Немножко гора сломана. Называется Обвалина. Вон там сейчас пока облаками закрыты. Похож на вулкан. Интересное место. Здесь прошло моё детство. Я учился в школе, ходил в садик. Это школа, в котором я учился. После окончания школы прошло двадцать лет уже. Представляете, двадцать лет. Школа имени Лященко. Вот главный вход. Здесь спортзал. Изначально школа носила имя Иссадри Динайни. И только с две тысячи первого года школа носит имя героя Советского Союза генерала армии Лященко. Школа обильно окружена зелеными насаждениями. Особенная красота здесь появляется весной, когда после зимней спячки просыпается земля, начинает зеленить трава, деревья, ну просто загляденье. Как же сильно повезло всем ученикам, которые учатся в этой школе. А само село Ананева расположено в живописном месте Иссыкуйского района Иссыкуйской области, между горами и лазурным берегом Иссыкуй. В верхних районах села Ананева расположены небольшие поселения, такие как Харалдубе, Четбайсурун и Кобдубе. А вот в нижних районах села Ананева нет никаких поселков, так как там болочистое место. Кстати, первое название села Ананева было Сазановкой. Слово Саз в переводе означает болото, возможно именно поэтому его назвали Сазановкой. Местные жители преимущественно занимаются земледелием и скотоводчеством. А сама земля вокруг поселка является плодородной. И жители здесь выращивают пшеницу, ячмень, картошку, лук, чеснок и так далее. Также в последние годы активно развивается выращивание ягод. Недавно услышал, что с города Алматы хотят построить альтернативную дорогу на Иссыкуй. И один из вариантов дорог проходит через села. В настоящий момент уже есть альтернативная дорога, которая идет через ущелье Каркара. Но она очень длинная. И я очень надеюсь, что в ближайшем будущем мы можем увидеть реализацию этого проекта. И мы увидим дорогу, которая проходит из Алматы на Иссыкуй. Вот такая небольшая история о селе, где я вырос, где я провел детство. Спасибо за внимание. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok